Вшивые селфи. Охота на ведьм и скелет в шкафу румынской школы. Об этом и не только. Давайте посмотрим в обзоре. Отдал себя работе до конца. Директор сельской школы в румынском регионе Прахова завещал свое тело образовательному заведению в качестве учебного материала. Теперь по его скелету дети изучают анатомию, пишет румынская пресса. Гигиеническая экспертиза установила, скелет не представляет опасности. Бразилия снова поверила Гилме Русеф. Ее во второй раз избрали президентом Федеративной Республики. Русеф победила, набрав более 51% голосов. За президента горой бедные слои населения. А вот промышленные районы за ее конкурента, правоцентриста Эсио Невеса, он набрал лишь на 3% меньше. Стрельба в эстонской школе. В небольшом городке Вильянди девятиклассник застрелил учительницу немецкого языка. Женщине было 56 лет. Подросток, у которого ранее не возникало проблем с поведением, открыл огонь во время урока. Его уже задержала полиция. Больше никто не пострадал. Роспотребнадзор предупреждает, вши передаются через селфи. Именно этот популярный вид фотографии Курское управление ведомства считает главной причиной распространения педикулеза среди подростков. Мол, вши перебираются от одного человека к другому, когда участники селфи соприкасаются головами. В Индии продолжается охота на ведьм. В центральном штате Чхат-Кисгарх 55-летняя женщина умерла от пыток. Вдову растерзали родственники покойного мужа, заподозрив ее в колдовстве. Женщину избили, а потом насыпали в глаза, уши и интимные участки тела порошок перца чили. Несчастная умерла. 12 участников расправы арестованы. В 30-е годы прошлого века англичане планировали украсть у шотландцев их символ – лохнесское чудовище. Это доказывают обнаруженные в архивах документы. Монстра хотели убить, а тушу выставить в Лондоне, что приводило шотландцев в ярость. Непорочное зачатие – обыкновенное чудо из жизни присмыкающихся. В зоопарке Луисвилля, штат Кентукки, 11-летний сетчатый питон Тельма дала потомство без помощи самца. Еще в 2012-м она отложила 61 яйцо, чем озадачила ученых. Исследования показали это первый случай непорочного зачатия у питона.